Знаете, на мой взгляд, все-таки увеличение госпошлины на развод – это просто тупиковая ситуация, потому что у людей будет складываться впечатление, что государство хочет наказать за то, что они не хотят жить вместе. Мне кажется, людей, которые будут думать, что можно склеить семейные отношения за 30 тысяч рублей, но это просто невозможно. Поэтому, мне кажется, совершенно нетрудно будет представить, к чему это приведет. Возможно, в ряде случаев это приведет к сокращению просто регистрации официальных браков. Мы так сейчас все понимаем, что молодое поколение у нас не торопится их регистрировать, те живут в гражданском браке, а людей, которые захотят развестись, госпошлину уж точно не удержат. Предположу, что, может быть, число формальных браков, возможно, и уменьшится, точнее, разводов, потому что фактически нет. Люди просто будут не жить вместе, но при этом со штампом в паспорте, скажем так. Поэтому все-таки, если мы хотим повысить статус семьи, статус брака, все-таки это надо не увеличением госпошлины делать, а воспитанием. И, наверное, даже не молодежи, как многие говорят, все-таки у молодежи уже сформировано свое отношение, как им жить, с кем им жить, и вообще свое мировоззрение. Все-таки надо начинать с детей, с культивирования каких-то семейных ценностей, возможно, с семьей, социумом, искусством. Но, на мой взгляд, только так можно повысить семейные какие-то ценности.